В сентябре следующего года на базе Тихоокеанского университета пройдет большая международная конференция по ядерной физике. В Хабаровск приедут ученые из десятков стран мира. Ждут гостей из США, Чехии, Англии, Франции, Кореи и Японии. Организаторы – Объединенные институты ядерных исследований города Дубна. Оттуда в наш город прилетела доцент и выступила перед студентами. Есть ли ядерная физика в Хабаровске и кто ей занимается? Узнаем в сюжете Яны Коробицыной. Физику высоких энергий обсуждают в ТОГУ. Доцент Объединенного института ядерных исследований города Дубна дает лекцию студентам и преподавателям Хабаровского вуза. Обсуждают текущее исследование Дубнинского института. Его работы находятся в тройке мировых лидеров в области ядерной физики. Сотрудничество между институтами, университетами – это очень важная часть нашей жизни. И я думаю, что это было бы полезно, если бы и в том числе кто-то из студентов, будущих ученых, пришел и в том числе к нам работать. В Хабаровске ядерной физикой занимаются всего пять человек. Все они сотрудники Тихоокеанского государственного университета. Доцент Александр Мазур свой студенческий диплом защищал в Дубне, диссертацию в МГУ. А в Хабаровске уже 30 лет исследуют легкие ядра. Мы проводим исследования такой экзотической системы, как тетранейтрон. Это даже не ядро, а вот система из четырех нейтронов. Оказывается, такое может быть. Она не существует в виде связанного состояния, но проявляется как резонанс. Теоретическая ядерная физика – это много вычислений. Небольшую задачу ноутбук Александра Мазура считает уже сутки. А над задачами с большим массивом данных будет работать месяц. Поэтому доцент ТОГУ привлекает зарубежные ресурсы. Есть выход на суперкомпьютеры в Соединенных Штатах Америки. Это национальная лаборатория, НЕРСК называется. Работа Александра и его коллег, физиков-теоретиков, хоть и выглядит не очень эффектно, но дает направление экспериментальной науки. Эксперимент без теоретической физики просто невозможен. Во-первых, экспериментатору необходимо знать, что именно проверять и мерить. Во-вторых, желательно сделать это максимально экономично. Сейчас уровень того, что делается, он очень высокий. Это очень дорого вообще делать эксперимент просто так. Поэтому сначала делаются или теоретические исследования, или компьютерная симуляция того, что может произойти. И только потом делается эксперимент. Университет в Дубне готов заключить договор, по которому наши студенты могли бы прилетать на практику в Подмосковье на деньги учебных грантов. И изучать физику высокой энергии на высоком уровне. Яна Коробицына, Дмитрий Попуша. Смотри Хабаровск.